Баланс Объявление такое, что 9 и 10 не будет света. С 9 до 5, все слышали или еще не все? Два дня подряд. А что с холодильниками? Не знаю. И занятия в час у батюшки. Где? Торопизно. Батюшка, там я покрасила. Ну, я что сейчас готовить, что вы это? Так мы в прошлый раз без вас, хорошо? Ну, что без вас, кого там? Все, я думаю, со стола все убирать. Заранее бы сказали вчера, сейчас приди. Ну, батюшка говорит куда-то смотрит. Зачем, нарушил. Так не годится, она заранее. Ну, я в школу тоже, там покрасили, я не буду считать. Ну, вот в школу негде. Ну, на улице здесь проведем. Какая разница? Вон в тенечко там проведем и все. Так, глушков, иди-ка сюда. Ну, тебя принять все надо. А что тут все? Ты на урывку ездишь? Да. Я уже знаю, дорогу уже есть. Царский подарок тебе. Платная дорога будет платная. Проехал уже? Нет, сообщили. Разведка донесла. Да, все. Господь благословил и такого дал бульгазериста. Даже не думали, что так успеют сделать. И мало того, где самая прорва была огромная, там еще сделали так повыше, чтобы... Надо сделать платную эту дорогу-то. Какая ширша-то? Куда? Маленький. Куда ширше-то? Это там... У него размах-то колес-то шире, чем-то наоборот. Надо было бы... Да. И первым можно еще посадить там. То есть первым потом еще работать будем. У меня руба, так что мы уже прорвали. Ну, как? Весной, чтобы не прорвало. Ну, может кольца уложить. Так, это... Игорь, скажи Ереме, что принес диск. Ерема, захвати, на телефоне лежит пакет. Так, на этой неделе... Какие события? Даже света не будет. В понедельник, как Господь благословит, мы переходим на Рыжковский пруд. А это уже подарок будет для Устинова Владимира Александровича. Потому что ему тот пруд нравился и... Я хотел сказать о том, что мы не все успеваем. Нас подталкивают события. Сегодня я с Севастьяном говорил, потому что суд, который был 27 июля сообщенную, он отказал им выиски прекратить за отсутствие состава преступления. То есть, за 10 дней они, похоже, прокурору не подали протестовать. И поэтому первая стадия суда железнодорожного района города Барнаула в отношении лагеря. На этом все, больше ничего они не получат. Но теперь они в отношении меня воздвигают. Что там будет, как какая-то там вызывает в Завьялово. Ясно, что я никуда не поеду. Тоже теперь прошу помолиться, чтобы Господь как-то это дело развел. Потому что очень много в печати печатают. В интернете составляют отдельные ролики. Не кто-то в Великобритании, в Англии, радиостанция «Свобода» Звонили из ТВ-24, якобы. Я же не знаю, кто звонит. Я не вижу их. Хотели сегодня приехать. Сильно просились. Я говорю, никак, времени нет. Воскресенье свободно. Они решили сразу прилететь в Барнаул и сегодня уже быть здесь. А время им один день был всего. В пятницу звонили. Ну вот, пока никого не видно. Может быть, к обеду подъедут. Если только это не обман. Звонили несколько редакций. Все это справляется, что делали. На меня скинули материал, когда в печати появилось. И обратились в епархию, местную митрополию. А вот такой-то, такой-то меня называют, и он такой-такой-то. И попросили статью прокомментировать митрополита Сергия. Я думал, может откуда-то нет. Это официально. Мне сегодня я попросил, нашли газету, на которой он отвечал. То ли они позвонили или как. Он очень хорошо ответил. Что никаких нарушений у меня канонических, догматических нет. Эту сторону, как человек гражданин, я имею право создавать лагерь и прочее. Но этот человек уже пожилой. А в скобках примечания автора 77 лет. Так, минутку. О ком говорил. Говори. Да. Так, а какая газета или кто? Когда, слушаю. Три часа. Три часа. Три часа. Можете. Да. Можете, я сказал. Можете позвонить. Потому что я еще не знаю, действительно ли вы с этой ТВ-24 или это. Часто бывает так. Звонят, подделываются и обман. Но я вам дал полную маршрутку. Павла, Скрибрихов, проедете 73-й километр и сразу поворачиваете. Или не проезжаете 73-й. Проехать, да? Да. С правой стороны. И сразу сваливаете направо. Ну, а дальше тут дорога будет идти. Должна подойти. Все записали. С Богом. Давайте. Только что прилетели из Москвы. Я не знаю, до конца пока не увижу. Так, Лена. Тщательно переписывай. Где она, Лена, у меня? А куда она делась? Не ушла. Так она сейчас только была здесь. И никого нету. Так. Терентий. Или вот. Скажешь, чтобы Лена тщательно переписывала данные. Я сначала пошлю сюда. Паспортные данные. Командировочные. Ну, все как положено. Переписано. Должно быть. У нас, тем более, такой порядок есть. Звонят. Говорят. Вот выставлю еще раз статью. Сегодня посмотрел. Вранье. Прямо жуткое. Впереди меня Игнатий называет. Дальше Игорем. С чего ради. То есть он. Я говорю, как говорится. С глубокого будуна. Или добуна. Как называют. Когда пьяный человек. Дальше. Ко мне приезжал сюда прокурор края. Игорь Поросткун. Во-первых. Не приезжал. А во-вторых. Он не Игорь, а Юрий. Ну. Совершенно ничего нет. Детей мы прятали в схронах в лесу. Ни один ребенок в лесу не был. Никого не прятали. Схронов нету. То есть. Сидел. Все попало. Плел. Но это так просто я уже не оставлю. Я им пообещал. Как только верну 10 октября и подам в суд на них. Это безобразие просто. А митрополит ответил. Ответил очень хорошо. Видно, что это человек расположенный. Претензий никаких нет. Как гражданин он может образовать лагеря и прочее. Да его, говорит, 77 лет. Это автор говорит. Митрополит говорит. Пожилой. Но. Его уже не исправишь, запятая. Да и не нужно это. Не исправишь его, да и не нужно. Ну и ссылается. Что вроде. Зазомбировал митрополита уже всех. Ох и дубуны. Ужас какой. Вот сейчас это ТВ 24. Они заводили не один раз уже. Ну. Что значит 24? Я понимаю так. Раз, два, три, четыре. Первое место 24. Я говорю. Вы что на 24? Да нет. Говорит. 24 часа вещание ведет. По телевидению. Ну вы посмотрели этот, который поставили в фильм настоящий. Радиостанция Свобода. Очень профессиональный, как говорят, поставленный. Фотографии идут. Но не расположены. Но если ты не знаешь, что не расположены, то даже не заметишь. Потому что ролики-то наши. Как инструктирую детей прятаться. Как приходит милиция, бродит, снимает. Они взяли отрывками где-то. Ну хорошо выглядит. Хоть они, говорит, не расположены. Все масоны там. Но мне понравилось. Не в этом дело. Вот которые против где-то. Ну я им высказал сегодня. Вы же отвечать перед Богом будете. Вот в Кемеровской епархии сказала, это сектанты. Это как Белое Братство. Там чуть ли Амус и Мерикёй. Что-то звенящий кедр. То есть все, что можно было. Я не спросил батюшку. Какого Феодосия поминали сегодня? Омского. Метрополита? Да. Ну вот батюшка-то из-за него и ушел. Кабы не Феодосии, за него молиться надо. А батюшка бы не был здесь. А их сразу из этой епархии шесть человек ушли в зарубежную церковь. Потому что он такое вытворял там, говорит, что... Ну это так Господь сделал. Это выезжает. Не наша машина? Наша. Помолиться, потому что... У меня интересный случай. Ну ладно, потом расскажу. Вот этот бульдозерист, который приезжает Валерий, он говорит, у меня два бульдозериста. А когда я рассказал, какая опасность на этом вот... Он заужинал у нас. Это очень и очень непросто. И он говорит, у меня есть еще один уже в годах. Он 64-го года. Волков Владимир Иванович. Это ас своего дела. Вот в прошлом году, который работал, он говорит, я второй год работаю. Да какой я бульдозерист? А это именно ас. У него как бритвы режут все. Я, говорит, могу прислать. Но он заболел сердцем. Ну и правда. Я отсюда вчера доехал. Дороги-то нету. Батюшка обо мне говорит, ты позвоночник-то свой, береги. Пока доедешь, тебя растрясет, а оттуда на машине повезут. Ну и правда. Он вот так вот весь. Видите, когда он идет, земля дрожит. И ты дрожишь, и сердце выскочит готово. И жарище там у него. Он только трогается, берет баллончик. Я говорю, что ты делаешь-то? Вонища такая. Это от комаров. Да еще пьет кофе. Я говорю, подишеферишь? Нет. У меня такой разговор с ним вчера был. Я говорю, ты что-то так на меня это... Когда я тебя останавливаю, куда свалят? Серьезно. Ты, наверное, сараблядец какой-то был? Нет. Нет. Думаю, дай-ка я узнаю, как он молится. Молится двумя или тремя. А он папиросы берет двумя. Папиросы. Да папиросы-то надо не определить. Хотя сарабляцы не коня определяют. Говорит, щепоть уберут. Говорит, табак-то раньше не завернутый был. Ну и дорогой поговорили. А он... Паститься-то будешь? Я говорю, среду пятницу. Нет. Я не постую. Ну, работает хорошо. На шаг от него не отойдешь. Сегодня вдруг метнулся к своим и в Барнаул ехать. Я говорю, ты отдохнул бы? Полуживой? Нет. Я успею. Я говорю, уснешь дорогой, пруды не окончим. Не усну. Всем на работу. Всем 30 обедает. И выходит. Наши сестры кормят. Вот события наши маленькие. Но я говорю, после этого я тебя потащу на болото. Там много комаров. Поправишься или нет? Вчера мы сделали этот. А спуска-то нет. А у него там дальше отрок идет. Дальше туда далеко. И говорят, будто бы Глушков Игорь. Там имел покос. И там его сравнял себе, чтобы заезжать. Игорь, было такое? Да нет, совершенно. Через переезд не делал? Нет. Вот видите, какая молва. Ну, кто-то это сделал. Ну, он вчера как залез, как поддел этот, который мосток-то у них сделан. Все это распузырил. Ну, прям минут 20, наверное, там праха не осталось. То есть весной вода свободна. Можете идти на первый мостик оттуда. Там теперь... Тот должен сохраниться. Сделали все. Хотели мы там это сделать за плоти, но, наверное, делать не буду. Потому что некуда проволоку поставить. А тогда это неделя какая-то. Вот тут доски выписали. Алеша там ездил. Ну, все, да? Получили. И два спуска здесь и на Рыжковском, и на Южном будем делать. Самое красивое озеро, запомните, там будет. Половина-две из одного Березняка, другая из одних осинок. Ну, погода как позволит. Поэтому нужна молитва обо мне помолиться, чтобы Бог усмирил их. Я говорю, за что меня судить-то? Инструкцию нарушили. Какую? 45 лет лагеря, инструкция вышла два года назад. Почему тебе года-то не давали инструкцию? А инструкция? Да инструкция-то одна. Жить по-божески. И пишут. Игнатию сказали, купаться нельзя в пруду. Я говорю, почему? Ну, надо испередовать. Я говорю, пруд божий, дети божьи, мы убогое спрашиваем разрешением. 200 лет купались, а сегодня нельзя. Купаться нельзя. Вообще, даже придумать нельзя. Ну, то есть, им надо оправдать, что они работают. Кого-то засудить, захватить. Ну, говорится, не по зубам. Как будет, надо помолиться. И чтобы нам восстановить все. Тот пруд потребует не один день. Каждый день я ему плачу, если так посчитать, примерно по 18 тысяч. Каждый день. Каждый день. Не считая доски. Это, наверное, 40 с лишним обошлось, да? С учетом шара. Из тех еще 18. Ну, то есть, видите, какие на меня серьезные. Тут еще с домом. Благодарение Богу. Не можем никак. Павлов дом. Он трезвый ни одного дня. Помолиться об этом надо. Нам срочно тот дом нужен. Мы начинаем готовиться к следующему году. Этот переписанный на Володю, а тот на Никиту. Они оба потеряевские. То есть, у нас уже платформа строится. Как на будущий год детям отдыхать здесь. Я вам открываю все. Люди понимают, что такие тайны открывать вредно. Я в это не верю. Спрашивают корреспонденты. Вы говорите, как в новом формате будете работать. В новом формате. На следующий год. А я остаюсь напечатать. Я говорю, я уже сам выставил в интернете. Когда тут сидели мы и говорили о том, как по домам. Тут они пока не лезут. Занятия какие? В лагерь тот пойдем. У нас так как японская резервация там будем. Но дальше как Бог даст. Благодарю всех, кто молился. Еще помолитесь, чтобы Роснадзор как-то урос в сторону маленько. Не за нами надзирал, а за взяточниками, коррупционерами. Разворовывают Россию. 72 года работали. Вдруг отдали все в Израиль. Ужас. А тут они никак. Потанина, другие миллиардами играют. Судятся с Березовским. 18 миллиардов. Как будто 18 рублей. А я за 35 лет рабочего стажа. Пенсия 6523 рубля. Да меньше меня никто не получает здесь. Почему? Они не давали нигде работать. Только в охране вне ведомственной. И только при железнодорожном отделе, где я живу. И поэтому я ничего не имею. Но сами видите, кто за все рассчитывается. Как будто руку только подниму. Господи, я нуждаюсь. И гляжу, падает мешочек с золотом. Никола чудотворец опять тому выпрашивает у Бога. Вот я говорю, ты не на один. Еще на неделю. А на неделю, если по 17 тысяч семью. Ну понятно, что. А то куда идет-то? За 100 тысяч только одна неделя обходится. А как будет? Понятия не имею. Я верю в моего великого Бога. Имя которому Иегова. Во имя Иисуса Христа все просим. Еще что будет на занятиях, скажем. С Богом. А где занятия будут? Батюшка сказал же где. Вот здесь и проведем, как он сказал. Меня когда из университета вышибали, я на улице вел занятия. Так, мне Леша нужен. Так, заложи. Вы еще второй мостик не поднимали? Второй мостик. Да уже все загладили, уже ездят. Загладить или ездить? А именно плотину поднять? Нельзя. Точно нельзя. Она не дойдет. Где маленько ниже было, там подняли. Она намного выше. Пока не перехлестнет. Никак. Мы это срезали, который блокировал-то. Его понизили на полметра. Там и так два метра повысится. На два метра вода поднимется. Вот так вам хватит. КОКАВИЛЬНЫЕ РИТЕА НЕМЕЦИИ КОКОМ ИНЕЦИИ